Всем привет, с вами Дрия Чент, и это новый выпуск Один за всех. Вижу ваши лайки, комментарии, не останавливайтесь, Ченду будет очень приятно. С радостью смотрю с вами новые выпуски, а сегодня выпуск под названием Клетка. Что за клетка, кого в ней держат или что это значит, будем сейчас вместе с вами разбираться. Вы готовы? Давайте начинать. Добрый вечер, в эфире проект Один за всех. Меня зовут Дмитрий Карпачев. У нас только правдивые истории, которые никого не оставят равнодушными. Давай. Эта новость стала самой громкой и обсуждаемой за последние две недели. Родная мать полгода держала своего 27-летнего сына в клетке. Самодельная камера находилась в заб... Хрена себе, это что за сезон? В прошенном доме на краю села. Из мебели только матрас с вылезшими пружинами. Вместо постельного белья разорванные тряпки. Все это время парень не мылся. Еду получал через решетку, а в туалет ходил под себя. Мне считается зрелись. Ну, хиба так поступаю. Если люди на хворо, ей надо лечить. Если замкнули, хотя бы надо достойно до его относиться. Как выяснилось, решение поместить Колю в клетку принимала вся семья. Теперь маме, которая упрятала родного сына за решетку, самой грозит тюрьма. Сегодня, впервые после случившегося и только в студии один за всех, появятся все участники истории, которая потрясла страну. И мы узнаем, почему мать держала родного сына в клетке. Кто знал о том, что в заброшенном доме, как животное, содержится человек? И почему на то, чтобы освободить Колю, понадобилось полгода? А разобраться в этой истории нам помогут наши эксперты. Телеведущая многодетная мама Снежана Егорова. Главный психиатр Киева, профессор Вячеслав Мишиев. Общественные деятели и мама Маргариты Сичкарь. Правозащитник Эдуард Багиров. Психолог Виктория Любаревич Торхова. И наш постоянный эксперт, юрист Михаил Присяжник. Сегодня у нас в студии человек, который первым обнаружил Колю в самодельной камере и забил тревогу. Это председатель сельсовета, в котором произошла эта трагедия. Светлана Луцишин. Здравствуйте, Светлана. Как вы впервые узнали о том, что в таких условиях в вашем селе содержится взрослый человек? Пришли до меня люди из села и сказали, что похоже, что у нас Коля Кирик находится в металевом клетке. Конечно, это было шокуючо для меня, потому что знаючи, какого похожа эта родина, никто не мог даже допустить такого. Сама Олена Ивановна з вищою освітою працювала в садочку вихователем в свой час. Зараз вона пенсионерка. Ну, перші мої дії були, це визвали лікаря і участкового, дільничого инспектора. Щоб все ж таки перевірити інформацію. Будинок, на який вказали, де може знаходитись дитина. Ну, кажу дитина, хотя він вже в віці 27 років. В смысле, дитина. 27 лет, дитина. Поїхали туди, дійсно, будинок був закритий, на дверях був замок. Участковый заглянул в иконечко і звідти донісся звук. Крик. И что вы сделали сразу после этого? Ну, звичайно, самі в будильню мы не могли зайти. Почему? Ну, это приватная власность, я думаю, мы можем туда попасть. Ну, есть закон, это правда. Звичайно, стали шукати матерь. Коли Олена Ивановна нас побачила, в чому причина? Ну, дельничий инспектор сразу доповів, що є така інформація. Ми хочемо бачити, в яких умовах знаходиться ваш син. Звичайно, Олена Ивановна трошечки була против, що вот... Чому ви мене не попередили про це? Ну, все ж, вона вынуждена была сесть в машину и поехать с вами. Приехала с нами, открыла будильню. В хаті было натоплено, не было холодно. Безпорядок. Ну, и первое, что вразило всех, это была замонтована... Ой, тяжело говорить, навіть. Камера. Змонтована клитка, одна стена дерев'яна, двери були металеві, зварені з уголка. Лікар зайшов першим. Тупо камера. Зразу до него поздоровався до колі, протягнув руку, він подає руку. Перші його слова були, хочу гулять. Випусти меня, хочу гулять. А как врачи оценили его состояние здоровья? Критичное. Критичное, яке потребует негайного втручання лікарського, відповідних спеціалістів. Давайте послушаем, что он говорит об этом. За 53 роки, чи 55 років медичного стажа, таке я побачив першим. То есть чувак, уже давно медик. Она закрыта в клетке два на два. Мечал и кричал, что можешь обрадоваться, что живые люди явились, что что. Потом я подошел до него Коля. Коля, говорю, ну так он, випусти меня, випусти меня. Начал проситься. Як его вывели, так он у него двойтручатался. Может, такое было кормление ему. Я тогда сказал матери, что слушай, говорю, у меня, говорю, что собачка живет в лучших условиях, чем твоя дитина. Он был полностью голый, под себя он ходил, порванный диван в середине с дыркой, или он ховался туда, не можно сказать сейчас. А туалет где был? В ведро? Там же, там, где он находился. В этой же комнате? Там был унитаз? Не в комнате, а в этой клетке именно. Там ведро? Не было неприспособленностей, никаких них не было. Ни горшками, нет, нет. В смысле, нет, куда он, в матрас срал или что? В уголочке? А еда? А почему есть еда? По большому, как минимум, куда он ходил? В ведро? Или ведра тоже не было? Еду, по всей видимости, мати приносила ему, подавала через клетку. А когда вы пришли, еда была? Там не можно было зрозуметь, что там было. Грязно. Хотя я так сейчас смотрю, ведра тоже не вижу. Куда он срать ходил? В матрас? Запах неможливый. Вот. И весь обнаженный Коля. Как на это отреагировала его мама? Вы же, ну, пытались? Звичайно, что мать была... Звичайно. Задавали питание, как можно? Чему вы не вернулись? Как это объяснить? Ну, это говорит о том, что она понимала, что делает что-то не то. Кто не сдал. Мабуть, скорее всего, что она понимала, что это не те условия, в которых должна получиться хворя дитина. Тем более он инвалид из детства. Это не стало раптом сегодня, вчера. Из всего, что мы увидели, было понятно, что не один день он находился в таком ужасном остановке. Приблизно, мабуть, так как говорят люди, что туда она переселила его, Олена Ивановна, в этот дом. Это где-то из липня месяца поточного года. Четыре месяца. То есть четыре месяца об этом просто молчали. И наконец-то кто-то после четырех месяцев решил все-таки пойти и сообщить вам? Так. Потому что захвилювались люди, нет детей. Матерь видели. Постойно. И буквально за день до того вона в центре была, здоровалась. Вона очень приветная женщина. А вот просто не до конца понятно, почему четыре месяца ждали? Почему там не через две недели, не через месяц, не через полтора, а через четыре? Вы знаете, они раньше проживали в будинке по центральной улице. Как выяснилось, повернулся сын из заработков и начебто хотел влаштовать свою семью и сделать ремонт. А где сейчас находится Николай? Значит, на лековании у психиатрии. Мы поговорили с врачом, который первым обследовал Николая. Давайте узнаем, в каком состоянии он поступил в лечебницу. Коля до нас поступил два тижни тому, где с 4 жовтня. Психиатр. Теперь он стал спокойным, спит достаточно, есть достаточно, ходит по отделению, даже спевает песни. Скажите, пожалуйста, вот за 27 лет, если мать занималась ребенком, неужели она не понимала, какие необходимо предпринимать меры по его лечению, для того, чтобы поддерживать его в нормальном состоянии? Детиною занималась. И вона, и батько в основном занимался Колёю. А потом что произошло? Он очень любит гулять. Когда жили покиненные батьки Олены Ивановны, мать вообще занималась, он и виршики, и песенки спевал. Вот. Батько часто выходил гулять с ним. Вода у нас парковая зона, великая, красивая. Часто до речки водил. Скажите, он хотя бы раз находился в специализированном учреждении? Как выяснилось, с 2009 года – нет. А до 2009 года? По всей видимости – да. Вот те условия, в которых он жил, вы их видели, они как отразились на его психике? Да, ещё хуже. Атмосфера, конечно, усугубляет общее состояние. Само по себе. Естественно. Это тяжелое психическое расстройство. Это не ягненочек, это не олененок. Это тяжелый психический больной, с которым нужно постоянно быть собранным, иметь моральные силы взаимодействия с ним. Он совершает поступки неадекватные, несуразные. Он лезет там, я знаю, в колодец, он лезет в резетку, он рвёт, он не сидит на месте. Сам факт того, что у него даже не было навыков самообслуживания, ухода, санитарии, понимаете? Это тоже говорит о том, что это тяжелый пациент. То есть то, что он ходил под себя, потому что он просто не умел как-то по-другому? Да, не умел, да. Я допускаю мысль, что когда за ним ухаживали, подсказывали, направляли, такие навыки у него были. При диагнозе имбецилизм сегодня научили, сегодня получается, но завтра ребенок, человек может забыть. Вот после того, как это стало известно, вот в вашем селе, да, вы говорите, вы со всеми общаетесь. Как вот люди относятся к этой маме, к этой семье? Что изменилось? Вы понимаете, ее, как матерь, ее жалуют, но осуждают за это, что она вчасно его не лековала. Ну, я считаю, это, как сказать, зверьство. Это неправильно. Ну, я думаю, что так поступаю. Если человек болит, ее надо лечить. Если она общество принесет вред, значит, ее надо изолировать. Ну, не такие же условия. Если замкнули, хотя бы надо достойно до него относиться, потому что он замкнутий человек. Всех шоковало те, что мать с высшей осветою могла вот так. Чему? Поясните сейчас? То есть осуждали. Сегодня у нас в студии есть жительница села Дубовича. Как вы относились к тому, что узнали? Вы знаете, то, что сталося, действительно было шоком для всех. Родина эта была у всех на виду. Почему вы четыре месяца не замечали, что Коля пропал? Это было в лету. А в лету, знаете, как у каждого отпуска отсутние в селе люди. Вот. Из-за этого, может, и втратили мы с поля зору эту родину. Но вот вы заметили изменения в поведении мамы? Вот четыре месяца ее больной ребенок находился в клетке. Мама редче начала появляться на люди. Настрой совсем меньший стал. Какой? Ну, подавленный, можно сказать. Давай так, и клетку кто-то же собрал эту? Не исключено, что не сама, а кто-то помог. Но вы знаете, вот люди, которые находились поруч, мне кажется, вчасно не звернули на это внимание. Так, а вы тоже же рядом были? Мы рядом это были. Мы рядом были. Мы это все видели. И вы тоже не обратили на это внимание? Мы звернули на это внимание. Чему? Почему вы не помогли ей в ее горе? Почему позволили ей войти в такую депрессию, что она даже перестала чувствовать, любить своего сына и посадила в клетку? Действительно, виноваты мы, жители села, которые вчасно не разглядывали. Нет, виноваты, в первую очередь, мама. Они жители села. Спасибо. Нет. Ситуация просто следующая. Четыре месяца ребенка никто не видел. И, а если бы не через четыре месяца обратились, а через двенадцать, через четырнадцать, что было бы тогда? Вы понимаете, как пояснила мать? Ведь он находился в ужасном состоянии, это бы могло закончиться летально. Все правильно, все зрозумело. Вы зрозумите, что мать пояснивала чем? Что они делают ремонт в строительстве по центральной улице. Как там он сидит в клетке? И, может быть, соседи тоже надеялись на то, что сделается ремонт, и она переведет дитину туда. А где в этот момент, пока не делал ремонт, находился Коля, а на что отвечала? Или что думали соседи, что вы думали? Ну, я не знаю, что думали соседи. А вы что думали? Что он под присмотром матери. Под присмотром матери? Так его же не видно. Вот мать одна ходит, а Коли нет. Нет четыре месяца. Четыре месяца его никто не видит. Ну, вы поймите, что, грубо говоря, на моих плечах девятьсот с лишним человек. И я же не могу каждого видеть каждый день. Ольга Сергеевна Голик, которая знает семью Кирик более 30 лет, была шокирована, увидев по телевизору новость о том, в каких условиях живет Коля. Что она может рассказать об этой семье, давайте спросим у нее лично. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте. Прошу присаживаться. Ну, мне дети сказали, что Лена Ивановна попала в телевизор. Звычайно, я была шокирована всем побаченным. Я знаю эту дитину давно. Мы приезжаем каждое лето в селе. И раньше, в 15-14 лет, он не был буйным. Он все делал с детьми, как все дети делают. Он помогал маме. Копали картошку. Девчата выбирали. Он дрова рубал. Ему можно было дать топор, он рубал дрова. То есть он не был буйным человеком? Ну, буйному человеку вряд ли бы топор дали, дрова рубили. Он помогал. Он все помогал матери. Воду носил. А уже, когда он подрис, стал сильнейшим, в него появилась агрессия. Он начал бить. Он бил банки, бил стекло. И его мусили закрывать, чтобы он бил посуд, поесть и кидает. Это хворая дитина. То есть его начали закрывать гораздо раньше? Да? В каком возрасте это произошло? Может, после 20 уже. А как его закрывали? Где? В комнате. Чтобы он не был. То есть его просто закрывали в обычной комнате? Да, да, да. Вот комната есть для душевнобольных. Такая белая и вся в подушках таких мягких. Вы хорошо знаете Кольну маму. Как вы думаете, почему она так поступила? Что это? Что это? Что это? Что это? Что это? Что это? Это тяжело. У меня самая дитина инвалид. И я пока не, я это не знала. Я ей сказала, что Колью нужно проликовать. Если у него появляется агрессия, нужно сдать в лекарню. А она говорит, я его не довезу. Я его не могу довезти. Почему ваша подруга не отдавала своего сына в специализированные учреждения? Она дома лековала его. Дома давала лекарства. Какие лекарства? Ну, таблетки она давала успокоительные ему. Он стоял на облике психиатрии. И врачи неодноразово ей наголошивали, что дитину нужно лековать. Но она мотивовала, что она сама справляется. Если человек стоит на учете, значит ли это, что у него есть какая-то обязанность регулярно обследоваться? Ну, вот такой больной. С 2000 года вышел закон про психиатрию. Мы по нему работаем. И высшей точкой апогеем этого закона является добровольность принятия помощи. Добровольность принятия помощи со стороны пациента. То есть, если раньше мы активно ездили, курировали, оставляли записочки, если не заставали дома, придите, пожалуйста, на осмотр и так далее. Сейчас человек не хочет. Такого рода действия врача-психиатра оцениваются как чрезмерные, нарушающие права и интересы пациента. И преследуются законом. То есть, пока он не совершит каких-то действий, и пока это не станет очевидным, в принципе, получается, нет возможности. Это право на тупик. Возможности. И он заключается в том, что если раньше человека, который буйный, могли действительно задержать, доставить и лечить принудительно, то сейчас без личного обращения мать, я не уверен, что будет сейчас обращаться, что вы будете делать? Во-первых, эту семью, естественно, надо уже взять во внимание. Потому что, общаясь длительное время с больным, психически больным ребенком, понятно, что и родственникам где-то нарушается немножко психика. То есть... Почему ребенком? Психически больным человеком, мужчиной. Чего ребенок? 27 лет ребенок. Помощь, по-любому, людям надо будет оказывать. АПЛОДИСМЕНТЫ Сегодня к нам в студию приехал родной брат Коли. Именно он сделал клетку для своего... А, нажми? Что? Ну, не мама же сама ее сварила. ... для своего брата. Давайте спросим, зачем. Григорий Кирик. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте, Григорий. Прошу, присаживайтесь. Я хочу сказать, что это была не клетка. Это была в том числе шоссовая угрожа. А чем она от клетки отличается? Ну, как минимум названием. Ограждение и клетка, название разное. Как, чем? Чем? Это временно мы поставили для того... А клетка, это как бы уже все. Это уже навсегда. Чтобы обезопасить свою семью. Ну вот смотрите, это же то, что вы делали, да? Да. Просто у меня и я думаю большинство зрителей это напоминает клетку. Почему напоминает? Выглядит максимально вправдоподобно. А для вас это временное ограждение? Да. Скажите, откуда вообще сама идея была вот так вот себя обезопасить? Мы посоветовались с семьей, с матерью, с отцом и решили сделать. Временное ограждение. В смысле, на семейном совете? Да, я мама и отец. Давайте вот такую клетку посадим. Сестра. А давай. То есть, вы сели. И, ну, на предмет чего вы решили поговорить? Ну, на предмет того, что в том доме жить уже условий не было вообще. То есть, пока там сделать ремонт, чтобы временно он там пожил. Там месяц или там меньше. А в итоге прожил четыре. В временном ограждении тоже условий для жизни не было. Вы сказали, что вы собрались семейным советом, да? Брат, сестра, мама. И решили, что будет лучше для брата, если мы ему сделаем клетку, поместим там, пока не сделаем ремонт. Правильно? Да. Так вот я вам сейчас перевожу на язык закона. Была организована группа лиц. Которые лишили воли человека. Которые совершили уголовно наказуемое деяние в составе мамы, сестры и брата. Груповое. Которые обустроили помещение и незаконно лишили свободы Колю. За это предусматривается лишение свободы и вас, и вашей мамы, сестры и всех остальных. Вы понимаете? Вы понимаете? И уголовное дело, которое возбуждено, не просто с воздуха. Вы понимаете или нет? Вы незаконно ограничили право вашего брата, посадили в тюрьму, а пришли еще хвалитесь. Свою частную у нас хорошая тюрьма. АПЛОДИСМЕНТЫ О боже мой. Вы понимаете, что это было уголовно наказуемым преступлением? Не понимаю это. Не совсем. Не совсем. Для этого мозги нужны. Это было временно, а потом мы перешли в твой дом, там где все нормально. Смотрите, это все равно, что мы вас с Эдуардом и Мишей соберемся куда-нибудь посадим. Временно. На время. Вам же это не понравится. Вы напишите заявление. Ваш брат заявление написать не может, потому что его интеллектуальные способности они... По сути он беззащитный человек. Да. И его судьба в ваших руках. А вы его определили в клетку. АПЛОДИСМЕНТЫ Это дом моего колишнего человека. Тут месяц жив Коля, пока у нас дома ремонт. А это мамаша? А что вы клетку разобрали? казалось означаю... Вот Öмёт такой вот 법чик, вот так вот и вот и! О, Гриша ему. Вот так вот была так, вот сюда. Сюда. жесть. Диван вот стоял. Вот тут. Диван. Угу. Классный диван прямо, я посмотрю. Ваау! Там диван. И проткнуть, как шампур может. Он диваны разбирал. Поспить месяц, и новый диван надо. Он его просто разрывал. Рвал, он так же самое одеяло. Я ему постоянно новое одеяло покупала. Не кажучи уже про простыню. А тут были двери. Решитка была. И через ту решитку давали я ему есть. Но она не решитка, а двери были. Да, двери. Я тоже так скажу. В евро двери обычные, стильные. Лофт, это стиль лофт называется. Чего вы решили, что это решетка? Залезли. Гулять мы его выпускали. Гуляли на ту саду частейше. И выходили еще сюда на улицу. Да, да. У вас был план. На полтора месяца определить Колю вот в эту клетку, камеру, времянку, не знаю, как это назвать. На полтора месяца. После этих полутора месяцев он куда должен был попасть? Ну там, где был уже ремонт сделан. И туда он должен был попасть. А с кем он там должен был жить? Ну с матерью. Сейчас этот дом уже готов? Там ремонт сделал? Нет, не сделан. Почему? Потому что мне не хватает финансового, я сам не могу так быстро все сделать. Я думал, что отец мне летом будет помогать, а он пошел запой. Потому что он выпивает и бывает, что живее в алкоголе. А за какие деньги папа пьет? Да, за какие. И за алкаша мы работаем, какие-то там работы в соли выполняете. А вот эти вот полтора месяца, если бы не пришли к вам, могли бы затянуться на четыре, на полгода, на полтора. Ну, а там, может, уже и он и так привык уже там жить, зачем же его отселять оттуда? Да нет. Вот, мне кажется, что не очень правильно. Вот по сегодняшним планам, скажите, сколько вам еще времени нужно на ремонт? Ну, годик от трех. Ну, я думаю, месяца полтора. Еще полтора месяца. То есть, если мы представим, что Колю так и не нашли, то он где-то бы, в зависимости от планов, смотря по финансам, еще бы полтора месяца провел в этой камере и встретил бы там Новый год. И это не точно. Ну да. Ну, а там новогодние праздники, они требуют затрат, на них особо не заработаешь, поэтому, ну, зимой же ремонт не делают, весна, огород сажать нужно, и к лету, наверное, есть смысл все-таки доделать ремонт. Да нет, ну, это уже слишком далеко заходит. Мы делали все, что могли. Боюсь, что могло закончиться все настолько плачевно, что вы даже сами об этом не подозреваете. Началось бы все, вот еще чуть-чуть поживет, вы бы к этому привыкли, понимаете? И сами не понимая того, вы бы просто его доконали там. Очень-очень это могло случиться, потому что, действительно, ну, сделали вы ремонт, как бы вы его вернули? Потому что его состояние... Одичал уже был бы. Пока он был в заперти... Ну да, то сказали, ой, мы только его в новый ремонт впихнули, он тут уже начинает все крошить, давай обратно. Не улучшалось бы, оно становилось хуже. Да. И вы сами это замечали. Никто не собирался его возвращать, мне кажется. Как час вы навещали брата и оказывали ему вот уход? Каждый день. Каждый день? Я и мама, да. Так а почему же ваша мама огорчилась, когда нужно было немедленно ехать к сыну? Почему она расстроилась, что ее не предупредили, и у нее не было возможности подготовиться, помыть его? Наверное, все-таки, может, не каждый день? Не, каждый день. Но она физически не могла справляться сама с другими обязанностями. Стирать, вот это он постоянно мочится, вкакывается и все остальное. И он уже 27 лет мужчина, а она женщина 65 лет. А вы почему не помогали маме? Я помогал. Я одновременно занимался там ремонтом и помогал маме. Ну вот... А можешь увидеть дом, которым мы ремонтом занимались? Припускал его на улицу там. Вот. Припали его. Как часто выпускали на улицу? Раз месяц. Каждый день. В саду он гулял, в туалет мы его выпускали. Иногда он даже сам просился в туалет. Брашит. А вот скажите, почему тогда, когда вот к нему пришли, он оказался слишком худым и просился на улицу? Пищу ему даешь, он может что-то съесть, что-то выкинуть. Что-то так вот, миску выбрасывает, там, чай так даже самое пьет. Все так, кушает. Помять, вот это по себе размазать. Может, все, что угодно сделать. Вот. Его, наверное, период полового созревания, он рвет на себе одежду и сам по себе раздевается. То есть его гормоны погашают его потребность в пище. То есть он без одежды, потому что он сам раздевается? Да, он сам раздевается. Ну, это только полтора года, как его состояние ухудшилось. Ну, состояние агрессивное. А скажите вот... Особенно к женскому полу. К матери, к сестре. Нападал, хватал, там, кусал и так далее. А к другим людям, сторонним? Не, только он был агрессивный только к своим. А он не был агрессивным к другим, потому что не ходил на улицу? Не, он ходил на улицу. Он же же раньше и по селу ходил, и все его видели, и все знают сели. Гулял на площадке за всеми людьми, и там все. Ну, все знали, что не такие, как треба, как-то кажут. Но был более спокойный и лояльный. До какого возраста это все было? Ну, это до 16-ти. Был-то и уже чуть-таки стал дома, только стал. То есть 10 лет уже был, как одещавый, да? Зато полтора года ситуация усложнилась. Сегодня у нас в студии отец и сестра Николая. Светлана, скажите, это правда, что он достаточно агрессивен был только к женщинам? Да, это правда. Он был агрессивен ко мне и к матери. Он мог меня пихнуть на пол, ударить, побить. Как я была раньше, ну, меньше. Он меня мог там сунуть, ну, это как-то... А когда он стал больше, то это у него было больше силы. Уже старались его закрыть, чтобы он не нападал на нас. Когда я приходила, он был закрыт. Когда я ходила, его выпускали, он гулял, все нормально. То есть, и так же самое он мог, ну, напасть на мать. Это могло быть 2-3 раза в месяц такое. А скажите, он понимал, что вы его сестра, что родной человек ему? Ну, как он может это понимать? У него была потребность, ну, мужская, как женщина. Он же не осознает, что мы ему родные. Он просто проявляет агрессию. Сексуальная агрессия против вас. Он видел в вас объект сексуального желания? Да. Вы не беспокоились о том, что его вот такое вот агрессивное поведение, оно может выйти за рамки вашей семьи? Когда раньше он был меньше, то он ходил, сам гулял, но такого никогда не было. Он ни на кого не нападал из чужих. Такого не было. Но вы когда строили клетку и решение принимали, когда его там закрыли дверь на замок, вот с этой минуты вы все совершили уголовное преступление. 5-6 статьи уголовного кодекса. Вы это понимаете? Я по незнанию не знал, что расчетка это то я. У нас стояли раньше двери, так? Ну, двери стояли, двери стояли. Никто ничего претензий не давал. Ну, а решили, что там телевизор он посмотрит, клетка пока побудет. Пока мы там в том доме сделаем ремонт. То есть вы сделали клетку для того, чтобы он мог через нее смотреть телевизор и при этом этот телевизор не разбить? Да. Как вы оцениваете условия, в которых жил ваш брат? Просто дверь такая, лофт. Тяжелые условия. Но вы не позаботились ни о бунитазе, ни о каком-то... Какой может быть речь о бунитазе в селе? Горшок, ведро. Ведро было, он его выбрасывал на стену, и все разлеталось по стенам. Все мог ведром так же самым ударить человека, который заходит к нему в комнату. А потом мы поняли, нахрен это ведро, пусть срет так, да? Кровать. Кровать у него была. Вы видели? Он разрывал туда в середину залазу, ломал железные кровати, ломал диваны. То есть рвал на себе одежду. Что нельзя было сдать его на лечение и так далее? Ну так же бабки получали на него, ну сто процентов, да? Мочился, ну все остальное. Если бы он был в комнате и не поставили эту ограду, он бы повыбивал окна, разобрал грубу. Там вообще взял, мог бы кирпич там бросить, разбить дверь и вообще. А скажите, почему, если с ним так было тяжело, вы не отдали его в специализированное учреждение? Мы его возили на лечение. Когда? Ну с 2009 года никто не возил на лечение. Ну, не было возможности. Григорий, а можно вопрос к вам? Вот смотрите, вы вот говорите, что вы сделали семейный совет, на котором решили обсудить, что делать с больным братом. А не проще было бы, вот я согласна с Дмитрием, раз он вел себя таким образом, найти возможность, вы же нашли возможность сварить вот это. Да, вообще там построить надо было, не то, что там стену, кто из стене, блин, сварить двери. Тут дверь. А взять машину, отвезти его в клинику, проконсультироваться и положить его на профилактику на месяц, на два, пока бы вы делали ремонт в доме. И навещать его периодически, узнавая, как идет лечение своего брата. В 2009 году, когда я приезжал из Киева, мы вместе с матерью возили его в дурдом, так называемый, на лечение. То есть мы думали, что он пройдет курс лечения, ему станет лучше. То есть нам потом, когда он прошел этот курс, сказали, приезжайте забирать брата. Мы его приехали забирать, мы его отдавали даже в лучшем состоянии, чем оттуда забирали. Что это за лечение? Украинская дурка – это тюрьма строго режима, то же самое. Там их держат под клетками, за решечные окна. Могут быть и пьяные санитары, могут больные-больные убить там. Все, что угодно может происходить. Какая у нас была? Какая господина Григория говорит о том, что украинская дурка, украинская психиатрия, зал аплодирует. Вы знаете, мне такой оптимизм вызывает это. Так, посмотрите в интернете, посмотрите в интернете. Какие условия. Знаете, уважаемый коллега, если я сейчас начну говорить о милиции, о медицине, о здравоохранении в целом, о ком угодно, зал точно так же будет аплодировать, потому что все на дне. Если у кого-то из вас, у каждого здесь сидящих, будет желание прийти в первую городскую психиатрическую больницу, приходите. Мы вам организуем экспортию, вы посмотрите. Подождите, во-первых, не стоит сравнивать Киев и районный центр. Но вопрос сейчас не об этом. Семья Коли решила, что в психиатрической клинике ему хуже. Потому что когда они его один раз туда отвозили, на выходе они получили худого, со стеклянным взглядом, члена семьи. Вот я хочу у вас спросить, каким он должен был выйти? Это заболевание неизлечимо. То есть фактически лечить ему нечего. Ему нечего делать в психиатрических клиниках, исключая те случаи, когда у него нарушаются эмоции, поведение чрезмерно. И он может быть госпитализирован на короткий срок для коррекции этих эмоциональных, поведенческих, волевых и так далее, и так далее, состояний. Но не лечение по сути вопроса. Для снятия, будем говорить, агрессивного поведения, слишком буйного. Как правило, на сколько вот этого хватает? Предполагается, что хватает от полугода до года. А потом снова нужно? А потом снова надо подкорить. То есть путь этого пациента, этот дом, интернат для психохроников. Я на самом деле имела несчастье быть в дурдоме. Потом отец посадили, да. Я его забирала из дурки. И я вам могу сказать, не факт, что в дурдоме условия лучшие. Я видела собственными глазами, когда в клетке, в клетке реально сидело шесть психически нездоровых мужчин. Одни были полураздеты. Я видела собственными глазами. У меня стресс по сегодняшний день. А теперь другая история, которую буквально недавно я услышала от своей знакомой. У нее больной брат, психически нездоровый, который кричит по ночам. Они живут все в одной квартире. У нее четверо детей, муж, мама и больной брат. И я ехала в ужасе, и я говорю, Анна, а как вы живете? Она говорит, ну вот когда он кричит, мы закрываем комнату с детьми и сидим ждем, когда у него пройдет приступ. Я говорю, а почему вы его не отвезете в специальное учреждение? Они говорят, а он у нас был в киевском психиатрическом больнице. Его медбратья избили и изнасиловали. Я просто реально вам расскажу. Я просто познакомлю вас с этой семьей. Кимона много лет мне обратилась. Я задала этот вопрос. Люди боятся, люди не верят, что их права защитят. Это же глупость, друзья мои. Ну почему глупость? Вы сегодня охаиваете официальную государственную психиатрию. То, о чем мы говорим, это сформированное общественное мнение, менять которое, ну, наверное, не наша задача, а ваша, как работникам этих отраслей. Меняем, меняем. Я понимаю, почему это все произошло. С одной стороны, они любят своего брата. И таким образом они просто защищали его, но тоже нарушая определенные права человека. Просто вот, ну, понимаете, что получается, что есть человек, которому нужна медицинская помощь. Профессиональная и квалифицированная. Вы его любите настолько, что боитесь его отдавать в специализированные учреждения, где он может. Мы боимся. Мы согласны, чтобы хороший специалист с Киева его просмотрел, установил правильный диагноз и правильное дозирование препаратом. И чтобы его не закаливали таблетками и уколами. Вот почему вы раньше этого не сделали? Ну, почему не привезли его к тому специалисту, которому доверяете? Ну, не было такой возможности. Ну, подождите. Ну, 27 лет не было возможности. Вы же видите, что с вашим братом что-то не то. Да. Почему ничего не делали? Потому что мать против была, чтобы мы его отправляли, потому что она его не побачит. Боялась, что его заберут и она его больше не убьет. А я не могу пойти против воли матери. Матери, которая посадила родного сына в клетку, теперь самой грозит тюрьма. Впервые после случившегося на публике появится мама. Гелена Кирик. Здравствуйте. Гелена Ивановна, прошу, присаживайтесь. Спасибо. Гелена Ивановна, почему вы плачете? Какой интересный у нас диалог. Я могу сказать. У меня сын Коля. Я его очень-очень люблю, потому что это детина. Хоть ему 27 лет, но можно сказать, что ему 2 года. Я все життя за него поклывалась, как могла. Помощи никакой не было. Ни звони. А как стала получать, то это по входу, эту тысячу, так позавидовали. Вообще, много людей, ой, ты три пенсии держишь, три пенсии. Кто так говорит, то я не видел инвалидов, все было в доме, боги, в судя. Я хочу, чтобы он с землей жив, потому что у меня с ним только ниточка связанная, он понимает. Я только понимаю, что он говорит, и он понимает. А то, что так получилось, потому что хаты, какие там хаты у меня, бачили, какие там хаты, там, дивиться, Ніна, что они уже столетние, циних хаты. Я хочу, чтобы он дома был. В интернате я его отдавала 4 года назад. Хотела, чтобы ему первую группу дали. Так комиссия с у меня приехала. А когда я его забрала через неделю, там он кашлял месяц, скажу, «Колечка, что такое?» Мене там обливали водой холодной страмп-збоя. И я его лековала месяц, або два травами всякими, чтобы он не стал, уже какая-то чахотка там можно получить. Їх же там тоже не выпускают, в палатах вони сидят, и все. Мы пришли проведывать его буквально. И он кричит. Я говорю, «Коля кричит нашу». Я говорю, «Я его купаю». Я говорю, «Так кричит, как я дома его купаю». Так он не кричит, радуется, а там кричит. Ну, как могла, який был достаток человека алкоголик, я сама 4 детей подняла. И вот, все я, как могла, холодной водой, он слабенький был из детства, обливала. Навчала его плавать, нырять. И кажу, что его не водила. Да я его еще весь май проводила купаться. И сусиды бачили, как я его вожу купать. Уже он на меня палки кидал. Я все равно встану, Богу помолюсь. Просто юрист поплыл, да? Такой, посадись в клетку. А тут, когда уже услышали другую сторону медали, да? Тут сразу такое... Угу. Угу. Там дал мне сильные нужности, его купаться водить, а худенький он все жить. Бог говорит, что я ести ему не давала. И то так кажут, что сердца в него нет, как себе больной дитине не дали ести. А, конечно, что ты так тебе сделали, ну, и не можно было дуэ, потому что... Помощи было мало, детей, своя, своя життя, они уже взрослые. Там человек, там девчина в него. И все это я на собе тягала. Человек алкоголик. Вскривать не буду. Да, мне было тяжело. И все равно я знаю. Все там, он вообще был не дикий. То хоть брат родный, сестра родная. Батько, который у меня есть, ну, батько. Если тут присутствуют матери, в каких-то детях в море, они меня разразумеют. Мои уволены, если ты инвалид, я себе домой дружу, мы друг друга тоже добре разумеем. Как это тяжко, это переносит. Но если Бог дал, так и уже, то тревоги остыть. Елена Ивановна, пожалуйста, присаживайтесь. Не дай Бог такому такого. Три пенсии получать, эти несчастные. Да я вообще четыре месяца по уходу, чем пять не получаю. Он в водичке? Дайте. В водичке он, да, Елена? Дайте водичке. Ну, зараз он просится до дома. Нехай он не разумеет. Мы приедем, он говорит, что я хочу до дома. Не говорит, что я хочу тут остаться. Можно же его попитать. Мы же не зовем врачок. Он понимает все. И говорит, что я хочу до дома, дитина. Я хочу побачить. Хотишь за мамой? Я хочу побачить. Хотишь? Ты скучаешь за мамой? Я хочу побачить. Хочешь побачить. Ты не расстраивайся, Коля? Ты поедешь до дома. Ты до дома хочешь, детка. Ну, пи, деш до дома. Пи. Хочешь до дома. Вы знаете, вот мы посмотрели кадры, да? Вот я вот слушаю ее, да? Я чувствую сердцем. Это глубоко несчастная женщина. Не дай бог никому. Вы знаете, любящая по-своему своего ребенка, не зная, как помочь. Вот я понимаю, что он говорит. Это ниточка, которая меня связывает с людьми. Если она порвется, то он пропадет. Смотрите, Елена Ивановна, тут вопрос чуть в другом. Вот вы боитесь его отдавать. А вы же понимаете, что вы не сможете долго о нем заботиться. Ну, я не знаю. Что будет потом? Что Бог удастся. Может, я еще годы в 10 проживу. Может, ему станет лучше. Может, он поправится. Я думаю, что он поправится. Мене сон не взялся. Он выходит и здоров. То есть вы надеетесь, что все обойдет? Пройдет чудо. Я надеюсь, что Коля поправится. Потому что мы его не только розумывали старость. Не только. Хоть я и не специалист, но я же много детьми. Ну, я сразу поняла, что я детьми делаю. Я же поняла, что он, ну, хворый. Потому что он сосредоточиться на чем-то не может. Он мне и спевает, и верши рассказывает. Хочу сказать, что она не просто хорошая мать, а она очень хорошая мать. Сколько она достала всякой литературы про выхование таких детей. Тетя, ну, похоже. Сколько она ему с ним працювала. Було, приходишь, весь стил застелено якими-то зиметричными фигурками, азбукою, книжечками, предметными малюнками. И если Коля запоминал какие-то буквы, там, или вивчал какой-то виршик, яка была для нее радость, яке это было торжество. Его, возможно, и требовало было бы его раньше кудись оформить, какие-то специальные такие заходы для таких хворых. Но она не погодживалась ни за что. Ей просили дети, ее просила я. Она тебя нервовала, подала в эстергию, сказала, что сколько моего життя, столько его. Я его никуда не сдам. И сколько мы ей не просили, она не погодживалась. И за это были конфликты у нас. Знаете, вот здесь вот мы действительно видим в одной и той же ситуации две крайности. С одной стороны, безграничная любовь матери. С другой стороны, обвинение этой матери в жестоком обращении с этим же ребенком. С одной стороны, желание позаботиться о своем сыне. С другой стороны, полное отсутствие видения того, что ждет этого ребенка через несколько лет. Елена Ивановна, скажите, каким вы видите будущее Коли? Ну, конечно, я хочу ремонт. Это Гриша сказал, что там можно мы его сделать быстрее. Если все проявляют акультинативу и батько возьмется, все-таки он его любит по-своему. Хотя он партский человек, но он любит его. Его дома не было, когда он почувствовал, что Колю забрали, он пришел домой. Если сейчас, он не в рот не берет. Так, хай он поможет, Гриша, и Света, и я, то мы себе ремонт сделаем. Я думаю, за неделю. А уже за неделю? Что потом? Что потом? Потом у него комната там своя есть. И он будет там жить. Решетки никакой не будет. На вещь еще решетка? Елена Ивановна, ну, это... Он говорит все, он станет больше, понимаете. И с роками, даже еще 4-3 года он проживет дома. То есть вы хотите, чтобы он жил в семье столько, сколько возможно? Сколько я буду? И если я уже почувствую, что я уже не могу, у меня еще есть сила. Мы вас понимаем, потому что вы любите сына. Чтобы он был со мной рядом. Но ему лучше будет, наверняка, если специалисты подтвердят, что ему лучше там, не с вами. Какое ваше решение будет? Вы согласитесь или нет? Вы правильно подсказываете? Нет. И я ее поддерживаю. Вот честно, как мать... Вы знаете, вот тут половина зала, наверное, поддержит вас и маму, половина меня. Вы знаете, ему ребенку этому, хотя он уже взрослый, но он все равно ментально, он с матерью, она любит этого ребенка. Но я не знаю, в каком психиатрическом учреждении ему будет лучше. Ёперный театр. Даже психиатр захлопал. А естественно, не Гриша, не Света, его не могут так любить и так не любят, как я. Гриш, вот вы готовы, после того, как ваша мама не сможет уже ухаживать за Колей, вы готовы взять за него ответственность? Да нет. Вы готовы, чтобы он жил в вашем доме? Нет. Да понятно, что нет. Да он даже сейчас такой... Гриш, по мимике мы видим, что ты не готов. А ты перед словами скажи, пожалуйста. Ну да, я не готов. Отлично, не готов, хорошо. Свет, вы готовы? Тоже не готовы. Нет, у меня своя семья, как бы у меня маленький ребенок. Батя вообще алкаш. Вот и все. Хорошо, что делать? Ну, папа тоже, оказывается, после того, как мама не сможет о нем заботиться, что с ним будет? Гриш, это же вот ваш брат. Что будет? Тогда мы его сдадим. Вот пока мама есть, ну, хорошо, удобно. Я и там где-то местами буду помогать. Но если мне надо будет о брате заботиться, нет. Что тогда будет? Что будет через пять лет с вашим братом? Надо его определить, чтобы его осмотрели и направили. Там в дом, только в нормальный дом. Там, где все нормально. А здесь нормальные дома? Ну, говорят, во Львове есть, в Киеве. Вот, а в районных городах, говорят, там страшные условия. В больших городах комиссии, то есть более. На периферии может твориться все, что угодно. Прошу прощения, срок ожидания путевки у дома-интерната по городу Киеву от трех до пяти лет. Это по состоянию на сегодня? Ну, вот вам только что сказали, что даже если вы сейчас... А периферии Львови, кстати говоря, Григорьев. А задачитесь этим вопросом, вам нужно будет ждать от трех до пяти лет. И сегодня на этой передаче ты должен принять первое серьезное решение и быть за то, чтобы убедить мать принять это сложное решение. Елена Ивановна, я понимаю, что вы не отпустите его сердцем и душой. Это так. Не согласится. Но проявите материнскую любовь и благоразумие. Ищите место, где ваша кровиночка будет и после вас. Потому что, как я увидел, среди ваших родных больше нет никого. Там, если ее не станет, они его в первую уже какую-то самую дурку сдадут, куда быстрее и все. Кто бы так сильно хотел, чтобы этот человек дышал каждый день? Если его хорошие специалисты оглянуть, то, ну, можно будет же как-то решить этот вопрос. Я еще не знаю, как это все будет. Какая вам нужна помощь? Морально. Ну, хорошая лечебница, она хочет. И медицинская помощь. Вот профессор медицины в области психиатрии. Я специалист права. Мы вдвоем готовы приехать к вам и оказать он медицинскую помощь. Я правовую. Я даю слово. Уже сегодня здесь в студии вы заручились поддержкой Эдуарда Багирова, который сделает все для того, чтобы вас не посадили. Вы получите достаточно квалифицированную экспертную оценку состояния вашего сына от Вячеслава Мишиева. Ваша задача теперь только в одном – принять эту помощь и не отказываться, и сделать так, чтобы у вашего сына было долгое будущее. Сразу же после программы мама Елена Кирик и правозащитник Эдуард Багиров выехали в психиатрическую клинику, где лежит Коля. В тот же день там собрался консилиум врачей. Они договорились, как уже много лет просила мать присвоить Коле первую группу инвалидности. Он является инвалидом второй группы, но по своему состоянию он, конечно, должен быть инвалидом первой группы. Меня интересует время. Меня интересует время. Когда врач осмотрит и когда Бог подаст документы, пакет документов для МСЭК. Тут будут встановлены все в кратчайшие сроки. Буквально, я думаю, неделя. Больше я не должен дать. Короче, как телик забился, так сразу уже не вторая группа, а первая. Кроме того, с Еленой Кирик встретились чиновники, которые пообещали помогать и консультировать ее по всем вопросам. Мы же прекрасно разумеем, что это резонанс на справах. Есть? Поэтому она будет под контролем, поверьте мне, и на уровне района, и на уровне территориальной громады. Сейчас обещаем. Это, знаете, тот случай, когда телик какая-то, резонанс сразу влияет. Уже собрались все чиновники. Уже вот решаем. Вы что, неделя уже группу дадим? Мы уже... Это реальность. Это реальность. А так бы пришла бы сама, если бы с теликой сказали, бабушка, идите, знаете куда, откуда и пришли. Ну, короче говоря, вот такая вот у нас получилась история. Такая двоякая, да? Вроде бы в начале такой... Какое жестокое обращение, а в конце и вторая сторона медали. Да. Что скажете? Интересно вот ваше мнение. С радостью прочитаю ваш комментарий. И увидимся в новых выпусках один за всех. Всем пока.